И все-таки сейчас попробуем узнать, сколько зарабатывает в Краснодаре иллюстратор в сфере IT. Все-таки мы сегодня о высоких технологиях говорим, о программировании. И у нас в гостях Валерий Глушенко, иллюстратор, как я уже представил, в сфере IT-технологий. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Валерия. Объясните нам, чем вы все-таки занимаетесь? И можно ли вас поздравить с Днем Программирования? Да. Можно поздравить отчасти, потому что я работаю в сфере IT, очень тесно связан с программистами. Вот в каком-то смысле даже подготавливаю, когда подготавливаю файлы для своей работы, тоже немного занимаюсь программированием. Вот. А так я, грубо говоря, являюсь, ну и мы вообще иллюстраторы, являемся таким связующим звеном между программистами и пользователями. То есть я правильно понимаю, мы, играя в игры на планшетах, на телефонах, мы видим, по сути, ваше творчество. То есть картинка, которая в игре представлена, ее герои, персонажи, локации. Да, да, да. На 100% человек видит вообще на 100% именно нашу работу. А невидимая работа – это как раз работа программистов. А как вы это делаете? То есть вы сами придумываете, да, вот какой должен быть персонаж, как он должен выглядеть. Как люди придумывают мультфильмы, так вы придумываете этих персонажей. Так получается? Ну, чаще всего это происходит так. Это немножко уже еще другая уже специальность. Вот. Нам поступает информация о том вообще, какой мир, какая вселенная вообще происходит. Ну, да. Как бы в игре. Допустим, к примеру, это ковбой или мир зомби, или какой-то космический, или мир жуков. Вот. Потом поступает информация более такая точная, там, как должен выглядеть персонаж, мальчик, девочка, злой, добрый, какая у него может быть предыстория. И мы уже, ну, относительно этого отталкиваемся, может быть, смотрим какие-то примеры в интернете и уже рисуем что-то свое. А кто занимается объединением вот этой визуальной части и программного кода? Это программисты все-таки делают, или это вообще происходит? Грубо говоря, мы максимально, в максимально удобном виде подгодавливаем свои материалы для них. Вот. А они уже, ну, как бы их принимают и все это связывает. Как бы грань такая очень размытая, размазанная, как бы. Понятно. Давайте перейдем теперь непосредственно к тому, как вы работаете и чем занимаетесь, и где вы, главное, этому научились. Это талант или это образование? Ну, вообще в талант я не особо верю. Вот. Я верю, грубо говоря, в труд и в то, насколько человеку это просто интересно. Я рисовал всю жизнь самого, ну, грубо говоря, как себя помню. Вот. Учился в Краснодарском художественном училище у нас. Вот. Там я получил классическое образование художника, но сам я, как бы, такую наклонность более голливудскую или более мультяшную вырабатывал. И уже пять лет работаю в основном только с иностранными заказчиками. Вот. Работаю в сфере игр. Вот. Удаленно. А с иностранными заказчиками почему? Их просто больше или с ними интереснее и выгоднее работать? Ну, и выгоднее. Это как бы раз, особенно сейчас с нашим курсом доллара. Вот. И может быть даже, кстати, и в чем-то интереснее. В чем-то интереснее. И больше, они дают больше простор по времени. Для творчества. Да, для творчества. Ну, это, кстати, такой немаловажный фактор. Можно очень, как бы, ну, другого качества продукт выдавать. То есть нет никаких супербыстрых сроков за счет того, что просто бюджеты. Бюджеты больше. А какая вот самая необычная задача, с которой вы сталкивались? Кого-то создать, какого-то такого персонажа самого сложного. Может быть, известного это было бы вообще хорошо. Вообще, наверное, сложность сейчас такая, чтобы какого-то персонажа не повторить. Потому что уже так много нарисовано всяких персонажей, вообще там, дворцов, уровней, там, героев. Мне кажется, сейчас сложнее просто кого-то полностью не повторить, а сделать что-то уникальное. Вот в этом, наверное, ну, самая такая большая сложность. Да, я как человек, который играет в игры, я согласна. Есть некоторые настолько похожие, что вообще думаешь, то ли это один и тот же человек создавал, то ли это одна и та же фирма. Ну да. Это еще из расчета, как мало вы знаете и видели. А представьте, сколько нарисовано всего. Отлично. Валерий, я хотел спросить вот о чем. Вы сказали, что работаете с разными мировыми компаниями, и при всем при этом вы сами, как вы уже сказали, не привязаны к месту. То есть вот вы за что любите свою профессию вот в этом смысле? То есть на самом деле, неужели так здорово быть программистом, работать в современных технологиях, что можно, находясь где угодно, зарабатывать деньги? На самом деле, это очень здорово, современная вот IT-индустрия. Во-первых, это, ну, действительно деньги, вот, намного выше среднего заработка, по крайней мере, в Краснодаре. Вот, и очень-очень-очень важный фактор, что человек, само нахождение человека в офисе, совсем не обязательно какое-то условие. Можно жить где хочешь, на Северном полюсе, в Тайге, в Таиланде. То есть так называемый фриланс это, да? Это не совсем фриланс, это просто удаленная работа, также по графику, у тебя есть праздники, официальное трудоустройство, даже, ну, очень часто. Вот, ты платишь налоги, но просто можешь находиться, где захочешь. Абсолютно работать на своем оборудовании. Хороший интернет. Да, да, это, это обязательный интернет и хороший интернет. Хороший, качественный. А, Валерий, сам в игры играешь, вот, в те, которые созданы тобой или в других разработчиков? К сожалению, сам я в свои игры не играю, потому что... Почему, к сожалению? Уснаешь, наверное, да? К сожалению, потому что мне приходится вот на такие вопросы отвечать, вот. Я играю, грубо говоря, в большие игры, в большие игры, в компьютерные, и то нечасто, чтобы чуть-чуть оставаться в индустрии. А в свои игры мне не сильно интересно играть, потому что я их все насквозь знаю, да, там, до каждой кочки. И нет такого, как бы, азарта, элемента неожиданности. А что касается карьерного роста, не хотел бы ты, вот, поучаствовать в каком-то большом проекте, например, сделать, нарисовать компьютерную игру, или это совсем другая сфера? Хотел бы, я думаю, может быть, это вот мой следующий шаг будет поучаствовать в таких проектах класса ААА, вот, большие компьютерные проекты, которые делаются, там, 3-5 лет, вот, где нужен серьезный, большая серьезная работа. Ну что ж, спасибо, Валерий. Желаем удачи и поздравим еще раз с праздником. Надеемся увидеть тебя в титрах GTA 6, 7. Спасибо большое, что пришел. Валерий Глушенко был у нас, иллюстратор в сфере IT.